МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Гомеля обмерковали готовность дорог до эксплуатации у зимовый период. Дождь и мокрый снег чекаются завтра у регионе. Зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня распрощался визит у Гомельскую область делегации Любовского воеводства Республики Польша. Основная мета поездки – ознаймление с потенциалом региона и установление новых контактов в экономичной сфере. Планами Бакуу подекавился Олег Синтероу. Официальные стасунки помеж Гомельской областью и Любовским воеводством иснуют с 2007 года, когда было подписано погоднение в суппрацовнестве. На этот раз у Гомель польская делегация приехала сразу после дела в Белорусско-Польском экономичном форуме, в программе «Визитум», в встрече с кераминством в области, в Гомельском отделении Белорусской гадлево-промысловой палаты, свободной экономичной зоны, деловыми колами, а так само наведывание широкого предприемства. Почас первой встречи, якая проходить в Гомельском отделении Белорусской гадлево-промысловой палаты, размывал в ядецап с досягнутым у зруни супрацовнества и максимум сих лягу поглублением. По великим рахунку, наибольшь значный товароборот Гомельской области с Польшей был отзначен в 2014-м, когда этот показчик досягнул омаль 260 миллионов долларов, где это сьон снизился до 220 миллионов, а по вынеках 8 месяцев этого года не досягнул и 120. Объем польских инвестиций в экономику региона за этот час так само не ведь беззначный, меньше 6 миллионов долларов. Хоть бы иные проекты все-таки начинают реализовываться, ся рот самых значных прикладов открытие в творчестве по выпуску мебли, в связи с чем на Гомельщине сворное предприемство «Долком-40». Зараз на объекте ведутся работы по ремонте и реконструкции будинков, а лети перцы явились и поставы мерковать, что сопротивление поширится. Подчас этого визита у состава польской делегации включены представники целого широкого галин и кожность поделится сносить партнеров. Наши бизнесмены из таких сфер, как производство мебели, электрическая сфера, а также строительные компании, производство разных других материалов. На Гомельщину делегация Любовского воеводства приехала одразу после дела в белорусско-польском экономичном форуме и все еще находятся под уражением от этого мероприемства. Кажут, что такой зацикавленности в сопротивленности у тымлику на региональном узровне еще и николи не было. Сегодня для всех видовочно у двух боковых относенных вызначился явный перелом. От певного непоразумения почался переход до открытости и взаимодействия. Стоит отметить, что если раньше большее взаимодействие было традиционно с западной стороны Беларуси, Брестской и Гродненской регионы, области, то сейчас уже явно мы чувствуем интерес и по визитам, и по тем мероприятиям, которые проводят обе стороны, те, которые посещают, что интерес к восточной границе появился и появился серьезный. Выники службовой деятельности сопрацовника у Гомельской мытни за 9 месяцев этого года сегодня подвели у областных центров. Работа велась у накерунках удосконаливания системы приема мытных платежов, выявления администрационных правопорушений, а так само контрабанды. Так, за 9 месяцев узбуджены 44 криминальные справы. Переважная большая связана с незаконным перемещением зброи, наркотичных и психотропных речевов. Зафиксованы два выпадки по фактах неуплаты платежа в буйных померах. Наверное, самым важным критерием работы таможни является экономическая составляющая нашей работы, которая выражается в размере этих денежных средств, которые перечисляются в бюджет. И вот по итогам работы за 9 месяцев нами в бюджет перечислено 800 миллионов деноминированных белорусских рублей. Дороги в области практически полностью готовы до эксплуатации у зимовый период. Пытания, связанные с организацией дорожного руху и утромания в уличной дорожной сетки, обдарковывались подчас видоселекторной нарады. Ее удельниками стали проставники райвыконкамов, керавництва Держаута инспекции, дорожных и коммунальных службов. До зимового периода у Гомеля провели проверку больше 200 одинок специализованной снегоуборочной техники. Зараз она полностью готова до эксплуатации. Подрыхтовано 20 тысяч тонн пяша на соляной сумесе. Это достаточно, чтобы сохранить безопасность как на дорогах, так и пешеходных тротуарах. Не в полном объеме заготовлены сумеси в Лельшинском, Хойнинском, Лоевском, Брагинском и Кармянском районах. По словам проставников коммунальных службов, эту проблему вырошить не поздней, чем простыдень. Характерный для многих предприемствов недохоп – заховывание пяша на соляной сумесе под открытым небом. Увы, не накрытое отповедными оховными материалами, и она становится непридатной для выкористания. Особенно с упрацовниками Держаута инспекции была выделена тема осветления дорог у темных час суток. Только с початку осени у областных центра выдадено 7 предписаний на ликвидацию отповедных недохопов, складен на один протокол на службовую особу. А левиадома особиста обеспекла у дельников дорожного руха шматушим залежить от их самих. К тому пешеходам рекомендуется быть уважливыми, а водителям подрихтовать автомобили до зимы. Прежде всего, безопасность. Приготовить свой автомобиль к зиме. Это как отче наш. Это наличие зимних шин. Это не нарушая скоростные режимы, особенно на закруглении дорог. Потому что погодные условия бывают внезапные и очень могут сильно осложнить дорожную безопасность. Начальник управления внутренних справ Гомельского облаконка Владимир Захарчук завтра станет гостем программы «Диалог» телерадокомпании «Гомель». Говорка у студии пойдет про выники работы правооховников, криминогенная остановище у регионе, меры профилактики злочинств. Глядите диалогу про мум эфиры на телеканале «Беларусь-3» завтра у 19.20 хвилин. Номер телефона у студии 77-68-45. Протягиваем выпуск. С початку тепляльного сезона у Гомельской области не зарегистровано ни одного выпадку у згорания по причине неправильной эксплуатации печел и электронагровальных приборов. Разом с тем, наибольш часто порушения ответных правилов означаются у семьях, где выховываются неполнолетние дети. За три опошние дни на Гомельшине зарегистровано шесть пожаров. Ни один из них не связан с неправильной эксплуатацией печел. Как и ранее, найбольш значная проблема у регионе – курение у ложку. Головным чином – устание алкогольного опьянения. Увагалю, по равнанне с попередним годом, селета, колькость пожаров по причине неправильной эксплуатации печного отепления снизилась на 10%. До думки вартовальников, это связано, пеш за все, с профилактичной работой, начинающей от деянности наглядальных комиссий до выступлений у затекавленных службов, у коллективах и сродках массовой информации. Разом с тем, тут звертают увагу на той факт, что, коли ранее порушения регистровались у основном у домовладаниях одиноких пенсионеров, то зараз до группы «Рызыки» можно отнести и семьи, которые выховывают неполнолетних детей. Пожары наблюдаются в домовладениях граждан работающих, которые воспитывают несовершеннолетних детей. То есть с этой категорией граждан мы всегда думаем, что они активны, они заботятся о своей безопасности и уделяем в основном престарелым гражданам внимание. Ну, здесь будем переключать. Сейчас идет тем более республиканская акция за безопасность вместе и пойдем к благополучным гражданам. Будем менять их мировоззрение путем проведения бесед в трудовых коллективах, выступления в том, потом уже телевидению, радио. С 1-го листопада в Беларуси возрасте по мердопомоге подоглядуют дитятя во взрослые до 3-х годов. Выплата на первых детей возрасте на 7 рубля 87 копеек и складе 260 рубля 26 копеек. Допомога на другое и наступных детей станет больше на 9 рубля. Калейшую семье выховывается дитя-инвалид, допомога в возрасте на 10 рубля 12 копеек. Гэта помер выплат будет действовать до 1-го лютого 2017 года. А кроме того, с 1-го листопада в Беларуси вырасте и величиня бюджету прожиточного минимума, до якой привязанные у тымлику одноразовые выплаты у совязи с народжением дитятя. Листопад обвешенный месяцем здоровой усмешки у Гомеле. В его рамках омерзания смогут отримать консультации стоматологов. У приватности 1-го, 15-го и 24-го листопада промую телефонную линию придадуть у Гомельской городской стоматологичной поликлинице. Урачы откажутся на пытания, які отыжатся догляду за полостью рота у дитячому зрості. А трымать консультацию можно будет с 12 до 14 годин по телефону Гомеле, 77-64-41. Капялюши робят жаншины саправдную леди, казала Коко Шанель. А яше кожный аутарский капялюшек мая уласную историю. У гэтам уповнены гости чарговага выпуску программы «Добрый вечер Гомель». Сьогодню в вечерной студии пойдет говорка про экспонаты одинага у России музея главных уборов народа у света. Адбудется презентация аутарских капялюшеков московского дизайнера Ирины Ганчаровой. А яше представники Беларусской гильды майстров и рамесников раскрыть гистору одного капялюшека. Такую назву отримала незвычайная выстава, яка зараз проходит у Гомеля. Глядите программу «Добрый вечер Гомель» сьогодню в 19.30 на телеканале «Беларусь. Шатыры». Сьогодню Гомельским областным союзом споживецких товарыства узнагородили переможство 28-й республиканской спартакиады работников спожил-кооперации. На споборницах у Витебска сборная команда Гомельского областного союза заняла первое место. В особистом першинстве перемогу завоевали 6 человек. Саратых супрацовники Гомельского центрального рынка, Калинковицкого и Гомельского райспожил-союзов, а так само Гомельская универсальная база. Яны стали лепшими в шматборе, шахматах и настольном теннисе. По якости призы за перемогу от керавництва областного союза спортсмены отрымали велосипеды. Дареши 5 прославников областной сборной перемогает в республиканской спартакиаде на протягу 6-ти годов. Участие в соревнованиях – это не только победа, это просто то же самое видеть команды, людей, которые постоянно, каждый год встречаются с ними. Просто приятно самоучастие в соревнованиях. Общение – то же самое. Людей видишь, которых раз в год только видишь. Это очень хорошо, потому что есть возможность отвлечься от основной работы. Все-таки отдыхать надо. А спорт – самый лучший отдых. И об спорте. Отбылся поединок у отказ другого квалификационного раунду Жаноршага Кубка ЕГЭФ помеж румынской Данэрой и командой Гомеля. Нагадаю, в первом матче подопешная Тома Жачатара на домашней пляцовце проиграли румынкам с розницей у 12 мячоу. Не удалось перемогчить в Румынии. Однако на этот раз лик не таки разгромный. Данэра выиграла 26-22. Что до мужчинской дружины Гомеля, она в рамках чемпионата Беларуси гостила своего головного конкурента – Минского СКА. Гомельчане потерпели крыльное поражение, уступивши усяго один мяч 29-30. Тем часам в областном центре отбывся поединок в чемпионат Украины у другой группе помеж командами Гомель-2 и столичным Витязем. Гандбольная команда Гомель-2 утворена только сё летом, хлопцам по 16-17 годов. Фарм-клуб, як водится, з'является кадровым резервом для основной дружины. Витязь же куды больше стала и вопытная команда. Не диво, что гости приехали у Гомель заведомо в статусе фаворитов. Даречи, соперники уже сустракалися у Минску у стартовом матче чемпионату. Тады столичные гандболисты выиграли с розницей аж у 21 мяч – 41-20. На гэты раз Витязи, хоть и Чакана заволодали инициативой, однак так далёко гомельчане их уже не отпускали. Перший тайм завершился с ликом 11-22. Чувствуется, конечно, динамика. Даже играя с первой игры, таких грубых ошибок не допускаем. Как бы и начали в нападении пожёстче играть. Где-то игру на себя больше брать. Не смотрим там друг на друга. А так, в принципе, работаем, тренируемся. Гомельская молодь с пяти проведенных матчов выиграла по куль только один. Але и с гэтым выником подопечные Алексея Гоменки зараз займают третье место в своей группе. Что тычется дадзенага поединку, то завершился и он с ликом 30-40. Игра понравилась. Гомельская команда вторая, мне кажется, перспективная. Перспективная будет через год-полтора-два. То есть ребята по 16 лет. Несмотря на такой ранний возраст, уже чувствуется, что у них есть какая-то техника поставлена, есть понимание игры, ещё немножко не хватает силы. Но, тем не менее, очень понравилось то, что они сыграли до конца, они боролись, бежали до последней минуты. Думаем, что у гомельской команды в будущем, в ближайшем, второй команда, всё получится. Я думаю, что первая команда Гомеля однозначно двух-трёх игроков из этой команды получит сильных. Так оно и должно быть. Во всяляком разе прогресс видовочный. Розница мячоу каже сама за себе. 21 у первой, гульнису, 30 у другой. Таким чином, всё у гомельских хлопцов ещё напереде. Сергей Нігеревич и Гармарышченко, телерадиокомпания «Гомель». И на праканце выпуска коротко про надворье. Дождь и мокрый снег чекаются завтра у регионе. За мостного ветру знову обвешаны оранжевый уровень небезпеки. У нашей ранницы порывы будут досягать 15-20 метров за секунду. Температура поветра на протягу суток складе от нуля до плюс 5 градусов. Дареши, короткочасовые опадки прогнозуются и в наступные дни. А вось ветер стихнет дальше церга. Гэта и инша новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomy.by На гэтом выпуске завершены. У студы працював Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова